Добрый день, это программа ДокТок. Меня зовут Вилина Закамская, я главный редактор телеканала «Доктор». Среди множества тем, вопросов наших зрителей, наших документальных расследований и клинических случаев, есть темы наиболее важные и социально значимые. А среди разных лучших специалистов нашей страны есть люди, принимающие наиболее ответственные решения. С ними мы и будем встречаться в этой программе. Тема нашего первого выпуска – ожирение, проблема национальной безопасности. И сегодня мы готовы доказать, что в этом заголовке нет преувеличения. Я с удовольствием приветствую директора Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, члена-корреспондента Российской Академии Наук Наталью Георгиевну Мокрышеву. Наталья Георгиевна, спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли. Здравствуйте, Вилина, спасибо, что пригласили. Для этого важного и большого разговора, потому что действительно это проблема, проблема, которая носит сегодня угрожающие масштабы. Они говорят врачи, они говорят уже на государственном уровне. Итак, если говорить о сухой статистике, 23%, а может быть, 25% россиян имеют проблему ожирения. К сожалению, больше. Больше 50% имеют избыточный вес. Больше 30% плюс к 30-40% имеющие... Значит, 30-40% имеют ожирение и около 30% имеют избыточный вес. То есть остается только треть, у кого нет проблем. Мы не имеем сейчас представления о масштабах проблемы в России, собственно, как и в большинстве стран всего мира. И фактически внимание к этой проблеме стали привлекать в последние годы. Потому что стало понятно, что ожирение и избыточный вес это причина целого букета заболеваний, которые снижают продолжительность жизни, снижают качество жизни. Ну, собственно, сердечно-сосудистые заболевания, мы знаем, что это основная причина смерти. И мы работаем сейчас на уровне государства, чтобы это все снизить, нивелировать и уменьшить. Что эта статистика означает для вас, эндокринологов? Вообще, ожирение – это метаболическое заболевание. Соответственно, это заболевание, которым занимается эндокринологическая наука. Эндокринологи изучают все метаболические нарушения. И, собственно, эндокринолог – это именно тот врач, который сейчас уже бьет в колокола, который сталкивается с тем, что осложнение ожирения лечится несистемно, что нужна система, чтобы понимать масштаб проблемы, чтобы понимать, как правильно вести этих пациентов, как правильно их лечить. И что особенно здорово сейчас переходит фокус на профилактику, на раннее выявление каких-то предтечек, предикторов. И вот этот полномасштабный, собственно, такой взгляд, который эндокринологи инициировали прежде всего, он позволит, я уверена, всему сообществу справиться с этой проблемой. Почему мультидисциплинарно? Вы обратили внимание сразу на то, что это работа нескольких врачей, это и кардиологи. А всё почему? Потому что метаболические нарушения, избыточный вес ведёт, как правило, к диабету. Диабет второго типа – это, наверное, наиболее распространённое заболевание. 30% с ожирением со временем начинают страдать с сахарным диабетом второго типа. Больше половины имеют то или другое осложнение, и помимо сахарного диабета. Либо это гипертензия, либо это нарушение ритма, либо это инфаркты, инсульты или предрасположенность к ним. Гиперлипидемия. Мы знаем, что это широко распространённая проблема, и к этой проблеме мы внимание уже привлекаем достаточно давно. Это повышенная выработка липидов. Да, это много жиров в крови. И работа с этой проблемой, она уже привлекает внимание, она достаточно системна в государстве. Но это мы боремся со следствием. Достаточно небольшое количество – это наследственные какие-то предрасположенности гиперлипидемии. А, собственно, пациенты с избыточным весом и ожирением – это именно те пациенты, которые прежде всего страдают гиперлипидемией. Вот когда они приходят к вам? В какой момент приходят к вам пациенты, и вы смотрите на этого пациента и думаете, хотелось бы увидеть тебя года на 2-3 раньше? Ну, как правило, пациенты крайне редко обращаются с проблемой ожирения. Даже к эндокринологам. Наибольшая масса пациентов активно выявляется самими врачами, потому что врач видит, что у пациента есть масса проблем, и надо идти в начало. Надо что-то поправить в метаболическом статусе, и тогда начинаем фиксировать внимание у пациента на ожирение. Дело в том, что практически 90% пациентов не считают, что у них есть проблема ожирения. Вот это был мой следующий вопрос. Ожирение – это же на самом деле совсем не очень-очень толстый человек. Это всего лишь индекс массы тела больше 30. А он бывает у человека, у которого 10 килограммов, может быть, лишних. На базе вашего центра действует мультидисциплинарный центр лечения ожирения и метаболических нарушений. Я была удивлена, когда узнала, что одним из первых специалистов, с которым встречается пациент – это психолог. Наш центр, эндокринологический центр, он насчитывает 7 институтов. Один институт занимается общей эндокринологией, в том числе ожирением. Другой институт занимается сахарным диабетом. Третий институт занимается детским эндокринным здоровьем и так далее. Есть институт, который занимается репродуктивным здоровьем и эндокринными нарушениями. И в каждом из блоков занимаются вопросами ожирения так или иначе, в зависимости от ракурса и точки зрения. И мы поняли, что мы должны объединить свою команду, прежде всего, и объединить все знания об ожирении, подходы, потому что они иногда разнятся даже у нас между членами нашего коллектива. Ну и, конечно же, привлекли и кардиологов, и психологов, и специалистов, ну, понятно, реабилитологов и специалистов ЛВК, но диетологи, гастроэнтерологи – это очень большая команда. Но мы, проанализировав первую группу пациентов, вот эти большие количество пациентов, которые к нам приходят с этой проблемой, поняли, что более 50% их имеют проблемы психологического характера. А проблемы психологического характера? Они не знают, зачем они вообще сюда пришли, да? Получается какая-то... Это как снежный ком. С одной стороны... Какие проблемы? Что это? Нет, нет. Это проблемы психологические, даже, может быть, на пороге психиатрических, когда... Мы знаем, как широко распространена депрессия. Ну, существуют люди, предрасположенные к депрессивному состоянию. И я убеждена, что именно эти люди предрасположены к ожирению в большей мере. А дальше, когда человек набрал вес, социальные проблемы, он становится изгоем подчас, у него запускается вот этот механизм асоциализации, когда он предоставлен сам себе, и прогрессирует депрессивное состояние. Поэтому мы на разных этапах взаимодействия с этими пациентами поняли, что без психологического портрета на входе мы можем неправильно потом типизировать пациента. То есть сейчас мы отрабатываем подходы, исходя из психотипа пациента, исходя из наличия или отсутствия у него каких-то комплексов, каких-то проблем. А очень интересным моментом, конечно же, является то, что основным принципом нашего консультирования является семейное консультирование. Мы всегда привлекаем человека в команде. Казалось бы, очень логично и просто. Потому что если мы говорим о детском ожирении, об этом надо говорить отдельно, то здесь мы понимаем, что ребёнок не сам придумывает себе тип питания, режим дня. Он всегда копирует за родителями. Может быть, родители даже ему говорят, не ешь этого и вставай пораньше, чтобы сделать зарядку. Но если родитель этого не делает, соответственно, и ребёнок перенимает ту же манеру поведения. И вот психология семейная в контексте борьбы с ожирением – это тоже очень эффективный механизм. Так что у нас есть школа борьбы с ожирением семейная, есть для взрослых, есть для детей. И всё они основываются в том числе на психотипе. Сколько времени уходит на излечение пациента? Одного пациента или целой семьи? Но тем не менее, потому что есть статистика, которая указывает, что 90% людей, которые пережили особенно период экстремального снижения веса, обязательно набирают его в будущем. Кстати, после вот этих абдоминальных операций по уменьшению желудка, хирургические операции к ним тоже очень часто прибегаются. Сейчас это вообще считается, многими пациентами воспринимается, иногда и врачами, как панацея всего. Но потом люди возвращаются к этому весу. Как сделать так, чтобы он не возвращался? Сколько времени на это нужно? Конечно же, стойкое удержание веса, когда мы можем перестать так трепетно контролировать пациента, это лет семь. То есть, когда он удерживает свой вес лет семь, то его можно немножко отпустить. И тогда он, ну, имеется такое представление, что он уже выработал свои привычки, и это вошло в его жизнь. Другое дело, что получить результат и сказать, что да, у нас сдвинулось с мёртвой точки, мы можем за ближайшие полгода. Потому что если первые три месяца пациент теряет вес с помощью наших методик и благодаря использованию наших рекомендаций, то если мы здесь расслабимся вместе с пациентом, то набор веса очень быстрый. Если мы говорим о бариатрических операциях, это тоже отдельный разговор. И, конечно, популяризация этого метода, ну, не стоит такого масштабного, с моей точки зрения, привлечения внимания, потому что это всё-таки метод отчаяния. Но, тем не менее, становится популярным. И чаще всего вы говорите, что пациенты к вам приходят вот в таком состоянии. Пациенты приходят, хочу отрезать желудок или хочу поставить баллон, но это ещё полбеды, это такое... Можно восстановить, убрать этот баллон. Но если мы говорим о бариатрической хирургии, это великолепный метод лечения для пациентов с морбидным ожирением, когда справиться с весом 170-200-250 килограмм, конечно же, крайне сложно самому без какой-то такой вот помощи. Но говорить с пациентом, у которого излишек веса килограмм 15-20-30 о бариатрической операции, не исчерпав все другие методы, с моей точки зрения, нецелесообразно. Нужно теперь поговорить о том, как мы дошли до жизни такой. Почему это стало проблемой национальной безопасности, действительно? Как мы к этому подошли? Изменился образ жизни? Понятно, мы стали меньше двигаться. Стала доступнее еда? Тоже понятно. Быстрая еда стала доступнее. Я вспомнила один разговор с японским врачом, когда была в Токио, когда спросила его, вы же так долго живёте, а зачем вам отделение в госпитале, отделение нутрициологии, отделение диабета? А он сказал, а это было последнее поколение, которое долго живёт, потому что сейчас мы имеем те же самые проблемы, что и весь западный мир, проблемы метаболического синдрома. Что с нами не так? С той едой, которая есть в наших магазинах, на наших полках, с нашими привычками? Ну, во-первых, мы дети цивилизации. И как это ни печально, но цивилизация потихоньку включает механизмы, направленные на естественный отбор. Наверное, в этой борьбе выживет самый здравый, правильно относящийся к своему телу, слушающий своё тело и рационально запасающий и расходующий энергию. И если человек мало двигается, следовательно, та пища, которая поступила ему и стала энергией, она просто никуда не уходит и откладывается в соответствующих местах. Если человек имеет возможность воспользоваться транспортом, имеет возможность быстро покушать, пробегая какую-то пищу, не очень задумываясь, то этот процесс запускается неминуемо. Если мы не будем контролировать своё питание, не будем увеличивать свои физические нагрузки и будем продолжать жить в том же темпе, пользуясь всеми благами цивилизации, то мы не справимся с проблемой метаболических нарушений, и это будет как снежный ком создавать предпосылки для инфарктов, инсультов, диабета, различных других нарушений. Поэтому это является проблемой государственного масштаба, проблемой, которая позволит справиться нам с повышением продолжительности жизни. И проблемы пациента с метаболическим нарушением, они, к сожалению, становятся действительно слишком широко распространёнными. Поэтому если мы не примем новые правила на уровне государства, подходов к питанию, подходов к рекламе, подходов к информатизированным каким-то ресурсам, которые должны абсолютно точно насыщать знанием человека, любого человека. Потому что если это худенькая мама, которая растит малыша и старается его накормить лишний раз, потому что она его любит и выражает так свою любовь, если это бабушка, которая тоже вот эти ресурсы... Пока не даешь, не встанешь из-за стола. Да, да. Или там где-то дать любимому внучеку пирожок вкусный, но она же его действительно сама испекла. Давайте всё-таки государственным решением. Я, когда приезжаю в любой город России, у меня есть привычка проходить по супермаркетам и смотреть, какая еда, какой ассортимент есть в магазинах. И есть регионы, в которых я ни разу не встретила ни одного продукта, в котором не было бы сахара, просто не содержится. То есть я не ем сахар, но я всё время ищу для себя что-то. И такого продукта не нахожу. Люди, соответственно, тоже о нём не знают. Есть ещё другая проблема. Сейчас появляются продукты, на которых пишут нет сахара. Но есть фруктоза. Но при этом это фруктоза. Да, вы прекрасно это понимаете. Какова роль таких понятных для нас продуктов, как сахар, соль, хлебобулочные изделия в проблеме национальной безопасности? Очень высокая проблема, очень высокое значение имеют эти, казалось бы, элементарные продукты, которые действительно соль в избытке, когда она поступает в тело человека, она способствует задержке жидкости и нарушению определённых метаболических процессов. Сахара, когда человек хочет в депрессивном состоянии доставить себе удовольствие, он использует наиболее сладкие продукты и удовлетворяет эту потребность. Когда это всё под рукой, и человек постоянно провоцируется употреблением продуктов, не всегда у нас есть время задуматься, что, какой состав и так далее. Но всё-таки сейчас человек стал более грамотным. И вы тому пример, что вы читаете, может быть, даже автоматически вот эти... Очень-очень мелким шрифтом. Там написаны строчки, и это тоже вопрос, который... Тоже надо... Который вы, как эндокринолог, задаёте специалистам, принимающим решения. Мы же научились писать на пачке сигарет мучительная смерть и другие вещи, там, новообразование и страшные вещи. Закрыли рекламу. То есть сейчас невозможно табачное изделие купить просто так. Да, здесь есть на лицо достижения. Да, есть результаты. И также проработайте вопросы сахаросодержащих продуктов. Мы ввели сейчас, и благодаря этому стартовал, в том числе, проект борьбы с сахарным диабетом, аксизы на сахаросодержащие продукты. Но это требует обязательной доработки. Это требует расширения и, собственно, ну, такое полномасштабное. Учёт состава, как вы правильно сказали, снижение количества сахара в продуктах. То есть целый ряд государственных мероприятий, которые должны быть применены на уровне Государственной Думы, они должны быть поддержаны правительством настолько, чтобы это приобрело полномасштабные размеры. Это очень важные вещи, которые позволят нам упростить, упростить жизнь в условиях высокого риска развития метаболических нарушений. А информированность здесь всё-таки играет большую роль, потому что информированность рождает спрос. И если мы будем говорить населению, что сахар вреден, или он... Он не то чтобы вреден, он полезен в очень незначительных количествах. Он полезен мозгом очень. Да, он в очень незначительных количествах. Но ему не нужно больше. Какое это количество? Давайте. Ну, 175 грамм глюкозы, которые в день должна, например, получать беременная женщина, углеводов. Углеводов. Это тоже, кстати, очень интересный момент, потому что раньше, например, стремились к тому, чтобы женщина во время беременности, если ей поставили сахарный диабет, гистационный, например, сахарный диабет, ей говорили, всё, категорически ты на диете, ты углеводы вообще не должна употреблять, у тебя определённая диета, клетчатка, белок и так далее. И этим приводили к усугублению ситуации, потому что запускались другие процессы, и её уровень гликемии нарушался ещё больше. То есть вот это сбалансированное количество углеводов, клетчатки, белков, жиров, оно должно пониматься каждым человеком, что необходимо употреблять каждый день и то, и другое, и третье углеводы. Без углеводов не созревает мозг, нет мыслительного процесса. То есть... То есть вы не сторонники этой диеты? Ни в коем случае. Это действительно вещи, которые потом очень серьёзно отражаются на состоянии почек, на состоянии сосудов. С возрастом человек накапливает при этом большое количество проблем, которые мы сейчас даже, может быть, и не знаем. Будем собирать этот поток пациентов, к сожалению, по итогу. Продолжая тему информированности, а нужно ли вносить какие-то изменения, например, в ту же диспансеризацию? Нужно ли фокусировать внимание и врачей, и терапевтов, которые находятся в первичном звене, и самих пациентов, которые беспокоены своим здоровьем, на каких-то специальных исследованиях, маркерах, за которыми нужно следить? Например, тот же гликированный гемоглобин, тот же инсулин, антитела и так далее? Инсулин и антитела – это вопросы всё-таки более тонкой диагностики. Уже туда, более глубокой, да, скажем так? Более глубокой. Это всё-таки надо делать в сопровождении эндокринолога. А мы говорим о диспансеризации, о первых... Первых звоночках, да? Да, о первых таких встречах с доктором. Это в основном врачи общей практики, терапевты, педиатры. И диспансеризация, диспансерное наблюдение, они должны быть регулярными. И раз в год человек должен проверять у себя и уровень сахара, и уровень липидов. Этого должен контролировать и вписывать, ну, доктор должен фиксировать его вес, чтобы понимать тенденции, и чтобы мы собирали статистику по всей стране и могли дальше уже оценивать результат своих действий. Главное, чтобы человек понимал, что избыточный вес и ожирение – это путь к нездоровью, и это, собственно, уже болезнь. И я вам хочу напомнить, что не только пациенты недооценивают эту проблему. К сожалению, по результатам опроса, 15-20% врачей, несколько лет назад прошедших опрос, тоже не считают ожирение болезнью. И вот это мнение нам нужно категорически точно изменить. Ваш прогноз на ближайшие 5-7 лет о развитии или решении этой проблемы справедливы ли опасению, что если ничего не делать, то у нас через несколько лет просто не останется здоровых людей, потому что мы перечислили целый список и проблем, и заболеваний, которые связаны с избыточным весом, метаболическими нарушениями, и они касаются всего – и сердца, и сосудов, и нервной системы, и почек. Я как раз очень придерживаюсь этой точки зрения, что если мы не будем справляться с этой проблемой, если мы не будем работать над вот этой широкой распространенностью ожирения, то мы накопим, несмотря на нашу борьбу за продолжительность жизни и за качество жизни, мы накопим огромное количество рисков, и просто природа, она создаст условия для того, что у нас будут ранние инфаркты, ранние инсульты. Еще более ранние. Еще более ранние, потому что наши дети сейчас толстеют, и сейчас в разы увеличилось количество случаев ожирения среди детей, причем мальчики чаще страдают сейчас ожирением, даже чем девочки. И вот этот путь запускает ранние сосудистые осложнения, ранние осложнения желудочно-кишечного тракта, развитие сахарного диабета. Чем раньше развивается сахарный диабет, тем раньше разовьются его осложнения, а это тяжелые осложнения, гангрены, инсульты, почечная недостаточность. Я не буду говорить. Главное, что звучит, это все очень дорого для системы здравоохранения. Очень дорого. Наталья Георгиевна, а какие еще идеи предлагают внедрить эндокринологи на государственном уровне для того, чтобы решить проблему? Я должна сказать, что мы очень большие сторонники того, чтобы было регулирование рекламы и создание позитивных образов, например, фастфуда, создание позитивных образов излишних сладких продуктов. Это работает как раз в копилку создания нездоровья наций, по сути дела. Контроль за содержанием сахара в различных продуктах питания. Не просто учет и информирование, какие продукты, какие элементы содержат, а именно контроль над содержанием сахара, потому что огромное количество продуктов с избыточным количеством сахара. Контроль за теми продуктами, которые дети получают в образовательных учреждениях. Есть хорошие практики, которые можно тиражировать. И, конечно, разные мнения существуют на этот счет, но, тем не менее, нужно выработать какой-то государственный подход и государственную политику. И вообще популяризация спорта, создание спортивных учреждений, повышение имиджа спортивных занятий, приверженности к спортивным занятиям. Потому что у нас, к сожалению, общество разделилось очень полярно. Есть люди, которые занимаются ЗОЖ, и они, к сожалению, избыточно, может быть, где-то, но они занимаются спортом в спортивных залах, в фитнес-клубах, контролируют свое питание, занимаются различными диетами, например, кето-диетами и так далее. И россияне, которые, в принципе, не занимаются своим здоровьем. То есть два полюса таких получается у нас, да, полярных? Да. И вот хотелось бы создать такой средний класс и всех туда собрать. Но вот запретить фастфуд, я так понимаю, рекламу фастфуда, не фастфуда, а рекламу фастфуда, я так подозреваю, это, наверное, более трудное решение для его внедрения с учетом... Учитывая государственные решения, которые сейчас принимаются на уровне правительства, я считаю, что мы можем и с этим справиться. А вы знаете, кстати, я хотела напомнить, есть такая зависимость, что в тех регионах, проведено было исследование в Америке, в тех регионах и в тех штатах, в которых запускались рестораны и пускались маркетинговые различные программы продвиженческие, с привлечением туда, хотелось сказать, пациентов, клиентов, тут же наблюдался рост веса у популяции этого региона. То есть всё так просто? Всё очень просто. Собственно, люди с ожирением, они очень подвержены рекламе. Это психотип, который заведомо идёт на зависимость. Медицина будущего, очень коротко. Вот над чем она сейчас работает? В какую сторону направлены поиски новых лекарств от диабета? Кстати, которые очень часто, мы не затронули эту тему, становятся такими модными способами для снижения веса, что тоже совсем не здорово. Но лекарства, когда читаешь, кажется, ну вот-вот сейчас наука подойдёт к тому, что уже всё будет решено. Будут имплантироваться препараты, которые будут вырабатывать инсулин, которые будут вырабатывать всё необходимое. Когда-нибудь я верю, что это состоится. У вас работы такие ведутся? Да, у нас ведутся работы. У нас центр, громкое название, это действительно уникальная структура, центр мирового уровня, где собрана уникальная лабораторная база оборудования, уникальный коллектив специалистов, владеющих уникальными методиками и клеточной технологией, генетика, масс-спектрометрия, различные разработки, которые ложатся и должны лечь в основу разработки таргетных препаратов, в том числе и для ожирения, для сахарного диабета. Профилактировать это всё проще, дешевле и эффективнее, чем ждать, когда медицина принесёт решение, универсальное решение для лечения таких заболеваний. Лучше до них не доводить. Спасибо вам огромное за этот разговор. Я надеюсь, что нас услышали. И кто-то сейчас отложил булочку. Очень надеюсь. Спасибо большое. Наталья Георгиевна Мокрышева, директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Министерства здравоохранения России была нашим собеседником сегодня в программе Док-Ток с Эвелиной Закамской. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова